шалом уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс артовский марина роща москва в последней главе туры зод абраха повествуется про маше которому было 120 лет и силы его не иссякли и зрение его не притупилась а ты читаешь такие фразы во-первых тебе кажется что это аллегория это иносказательный смысл но там четко написано что это правда может быть маше он исключение исправил но когда мы смотрим на исторических деятелей на великих писателей художников которые добились чего-то невзирая на возраст невзирая на врагов которые сулили им фиаско и никто не поддерживал их но не добились вы можете сказать что это тоже некое сравнение с успехом а что с действительно с внешними силами человека из внутреннего качества но этот вопрос я нашел ответ у великого рамбама рабимоши бен маймон который анализируя разные возраста людей пишет кто называется старой женщиной или старухой та которая называет себя старухой то есть пока женщина не назвала себя старухой она молодая женщина рамбам был доктор давайте посмотрим на любавического рыба он ходил быстрее всех он жестикулировал руками вызывая у всех такой вот знаете религиозный подъем воодушевления так быстро что тебе кажется что фильм он ускоряет кадры но это не так разница между поколением машин поколением рамбама и поколением рыбы тысячи лет мы видим что ничего не изменилось подход тот же когда человек считает себя стариком он старик его можно называть старик наше поколение старается сохранить молодость люди ходят пешком бегают фитнес бассейн диета то есть все физические факторы которые могут быть используются дает нам тора великий совет к этим всем факторам нужно добавить еще один внутреннее духовное чувство чувство когда ты вот все это делаешь не для пафоса не для понтов а для какой-то великой божественной цели ты лидер ты лидер в семье ты лидер на работе ты лидеру друзей но ты показываешь своим примером не собственную гордыню а ты воодушевляешь других сохранить физическую молодость для того чтобы внедрять и вселять в этот мир уверенность что можно можно сохранить то что нам дал господь поэтому тора очень часто оперирует понятиями бахур парень или нар юноша по отношению к людям ну абсолютно другого возраста например авраама сопровождают два парня или юноши один этот юноша был очень старый по возрасту второй был действительно сыном авраама и ишмаэль они ведут они сопровождают авраама на самый тяжелый момент его жизнь он повел и цхака на жертвоприношение но когда мы видим сравнение этих двух людей одного возраста мы понимаем что есть молодой человек который молодой физически есть человек который по возрасту одно а снаружи абсолютно другое и не случайно дамы и господа именно эту главу где упоминается что муж не потерял свежесть своих сил мы читаем всем хатура в день завершения чтения все главторы мы как бы переносим эстафетой последнюю главу зота браха в первую берешит две эти главы упоминается всем хатура это показывает нам что именно симха радость это тот важнейший фактор без которого молодость невозможно а тора это молодость шалом шалом